Запах канализации четко чувствуется. В крещение Наталья Коробейникова, как и многие горожане, отправилась к воде. Ее в этот день принято считать целебной. Многие советовали святоникольский источник. Правда, из набранных пятилитровых бутылок ни отпить, ни умыться не смогла. Смутил едкий запах сероводорода. Вместе с Натальей в этот день набирали воду и другие жители Барнаула. Мы приехали уже в четвертом часу, их было немного, но здесь окупывались, вот в этой купальне. И набирали с собой воду люди. Приехав домой, мы поняли четко, что это прям запах канализации. Ее не то что пить, ей даже окупываться нельзя этой водой. Но никаких табличек здесь нет. Не о том, что эта вода не предназначена для питья или еще что-то. Настоятель единственного за святым источником храма в Барнауле Виталий Власов нам пояснил, что в данное время воду пить не рекомендуется, так как вода не родниковая, а грунтовая. Поскольку изменение в климате, идет изменение в пластах земли, и вода меняет свое русло. Постоянно каждую зиму она меняет свое вкусовые качества, идут осадки и все остальное. Бывает месяц пройдут эти осадки, а промывается, и вода снова чистенькая идет. Поэтому это нужно смотреть, приезжать, смотреть уже по месту. Предупреждающих табличек Виталий Власов не устанавливает. Говорит надолго, они не задерживаются. А между тем, паломничество за целебной водой продолжается. Ежедневно к источнику стягивается несколько десятков человек. Кто-то, почувствовав запах, разворачивается, кто-то же набирает воду. А это может быть опасно, отмечают ученые. Ясное дело, что частные секторы, тем более там есть большое учреждение, которое много народу населено, это источник загрязнения органическими веществами. И, конечно, самое печальное, возможно, болезнетворными какими-то началами. Общественные источники нужно стабильно хотя бы раз в месяц проверять и при сильном загрязнении ограничивать к ним доступ, настаивают ученые. Иначе случаи отравления, которые ранее уже происходили, на Свято-Никольском источнике могут повториться. К сожалению, в настоящее время администрация города к этому источнику и к другим экологическим проблемам города привлекает мало внимания. Он есть, его используют, его надо исследовать, чтобы люди знали, какая там вода, можно ли ее действительно пить. Мы, в свою очередь, обратились в Центр гигиены и эпидемиологии с просьбой провести детальный анализ воды. Однако ответа пока не получили. Хотя исследовать воду, набранную из источника, можно лишь в течение 6 часов, пока все вещества, в том числе вредные, не испарились. Планируют ли специалисты выехать на место и проверить воду на безопасность, как это пару лет назад делали представители Русского географического общества, неизвестно. Мы будем следить за развитием событий. Главное, чтобы не пришлось анализировать воду по факту возможного отравления. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.